Пятый канал представляет Значит так, бойцы, здесь у меня ориентировки, внимательно их изучаем, каждую буковку смотрим, не как обычно. По одному подходим ко мне. Держи. Давай. Че такой маленький-то? Ладно, справимся. Куда ты две-то берешь? Что случилось? Товарищ майор, тут полный армакедец. Выходит, внучку Полоскову похитили. Условия какие-то выдвинули? Да непонятно. Вышли из школы, пропали. Телефон не отвечают. Пропали это не похитили. Может заблудились и телефоны разряжены? Да по-любому похитили. Там одна из девочек, дочка Фродмана. Это которая олень северная. Какой олень? Ну, водка. Водка такая местная. Северный олень. Что характерно, реально валит с капот. Вань, ближе к сути. Короче, Фродман местный олигарх. У него какие-то терки постоянные с заводской группировкой. Они неделю назад звонили ему и выражали семье. Другое дело. А сейчас какая обстановка? Весь личный состав ружье. Едут отлавливать этих заводских операций. Называется «Сияние». Я так понял. Северная? Ну да. Я, конечно, предлагал им там олень. Выходят на тропу войны. Но не прошло. У нас люди без фантазии скучные. Да, Ваня. Тяжело тебе с нами. Так. Мужики, внимательно читаем. Да. Берите весь состав. Подключайте им честников. Пусть прочешут Беличанский лес. Да. Все. Антон Максимович, где вы ходите? На месте. В курсе дела и готов работать. Ну, успокойся, Юля. Все. Девочки найдутся. Ты знаешь, ты лучше, чем мне истерики закатывать, лучше бы мама успокоила. Ей уже два раза в скорую вызывали. Ну, все под контролем. Городское, областное. Все на стреме. Не плачь. Этим ты ни мне, ни себе, ни девочкам не поможешь. Со мной все нормально. Конец связи. Юлия Альбертовна? Да. Волнуется. Ты что думал? Дочка среди бела дня пропала. Продолжим, Альберт Иванович. Фишки снимите. Ольга Боевна, я здесь. Отлично. Значит так, берете Бычкова и отправляете в школу, где учились девочки. Ребята, давайте, знаете что, в центр побольше. Допросите одноклассников и учителей. Послушайте, может я буду более полезным не на опросы в школе, а при блокировании заводской группировки? С чего это вы взяли? Антитеррор и освобождение заложников – моя главная специальность. Я проходил курсы. Да что вы такое говорите? Вы знаете, как ты не заметила этого, когда Бычкова взяли в заложники? Итак, сегодня утром. Вы вышли из дому. Вы ничего не заметили? Вспоминайте. Ну, что-нибудь привлекло ваше внимание? Автомобиль. Подозрительные люди. Алло, Полосков. А, ты, Мефодиевич. Да нет, пока ничего. Спасибо за внимание. Я тебе звоню, когда будет информация. Да. Лишь бы нашлись. Да, все. В той ситуации было опасно использовать оружие. Но я подобных курсов не заканчивала, поэтому не знала, извините. Поставьте меня на силовую операцию, я докажу вам, что могу больше, чем опрашивать детей. Мне не надо ничего доказывать. Я так понял, это из воспитательных соображений? Знаете что, Антон Максимович? Вообще-то я не обязана отчитываться перед вами за свои соображения, понятно? И вообще вам какие-то все время козни мерещатся. Свободные. Я жду от вас отчета по школе. Вы вспоминаете, Альберта Иванович, тут важна каждая деталь. Это угроза не только вам, а всему ОВД, понимаете? Да, кто? Какая служба? Мониторинг? Покупательные способности? Кто дал вам этот телефон? Идите вы к чёрту. Зря вы отвечаете на случайные звонки. Это может быть способ проверить ваше психологическое состояние, что потом этим состоянием... Вот ты от меня хочешь, Саша. Ты хочешь заставить меня, чтобы я вспомнил, кто мне угрожает, да? Да ну, никто. Нет у меня врагов, понимаешь? Альберт Иванович... Ты лучше, чем, знаешь... У всех есть. У всех есть. Чем заниматься своим занудством, лучше бы помог в розыске. Ты же всё-таки опер. Когда-то сам землю рыл носом. Значит так, товарищ капитан, идите работайте. Не можете помочь, так не мешайте другим. Ну, знаете, Альберт Иванович. Больная? Пройдёмте на осмотр. Альберт Иванович. Альберт Иванович. Привет. Ты как всегда прекрасна. Среди всех больных самая симпатичная. Спасибо. Ба. А вот комплименты делать, так и не научился. Пойдём. А ты что, переквалифицировался в невропатологии? Да нет, что ты. Я к Горохову зашёл, смотрю, там карта со знакомой фамилией. Ты-то как вообще? Чем занимаешься? Нормально, всё тем же. Снимаю порчу, избавляю от лишних денег. Что, до сих пор? Тебе не надоело? Так, спокойно, спокойно. У меня, между прочим, солидная специальность. Мы, ведуны, уже пять тысяч лет на рынке. Так что у нас репутация. Да, с тобой не поспоришь. А что тут случилось-то у тебя? Тут написано, судорожный припадок. У тебя была травма головы? Нет, у меня был... Ну, скажем так, я была в трансе, потом у меня был припадок. Транс какой транс? Наркотики? Нет. Я иногда вхожу в такое состояние. В общем, я вижу ведение. Вижу прошлое. Ну, если у тебя случаются галлюцинации, это может быть всё, что угодно. Например, опухоль в мозге. Ерунда. Это не ерунда. Мы сейчас с тобой пойдём и пройдём нормальное обследование. Энцефалограмму на новом аппарате, МРТ. Собирайся. Куда? Слушай, я пошутила. Я не вижу прошлое. Просто помню. Злопамятная. Как все женщины. Ты помнишь, какой я? Ты нудный. Вот. Я не отстану. Пошли. Идём дальше. Они сказали, что будут невесты. Что за невесты? Не знаю. У них были очень классные белые штуки, как у невест. Фата. У них была фата. И закоку для фата они украли. Сказали, что раз мы не даём играть в резинки, значит, они нас не возьмут играть в невест. Спасибо, девочки. Что у тебя? Кража двух яблок и женская драка из-за котёнка. Больше ничего. А у вас что? Да. Тоже не густо. Было всего два урока. Учителя их заболели, их отпустили раньше. За школой следят. Но подозрительного ничего не обнаружили. Вы из полиции? Да. Отдел спецназа. Тебе что, мальчик? Я по поводу Алёны и Балины. Ты что, знаешь? Я где-то как один машинный садил вчера. Сегодня ты хотел сказать? Нет, вчера. А какая машина? Бордовник и Растер. Петти Крузи. Что ж такое? У вас всё, что в этом городе сломано? Держи, я отвертку у тебя. Тома Максимович, ну пора привыкнуть уже. Ну не понравились вы Куликовы, чё теперь пора цей прослушать будет? Да мне интересно, как они захватывать их собираются. Заводских их. Трикор-беревод, повторяю Колесников, перевод. Слушайте, Колесников, вы же рядом здесь. Опасен, пригодируй с Новоцких. Терев, ушёл через ТЦ. Есть кто со стороны. Вот качалная кухня. Приём. Стой. Майор Абошин, мы его видим. Приём. Приём, чёрт возьми. Тише, тише, пригнитесь. Какие-то говорят. Замок, извините, не вступайте в консервиси, это вкрепление. Давай за ним. Стоять! Стоп! Стоять! Я тебя сделал. Мы тебя сделали. На, держи. Раун, не серьезно. Мне надо к доктору. Я всё расскажу. Всем стоять! Оружие на землю! К доктору! Кадение, доктор. Я всё расскажу. Амосов, а вы что тут делаете? Услышали ориентировку, оказались рядом, товарищ майор. Ну, спасибо большое. А вы куда направлялись? В участок, отрабатывать версии. Саня звонил, пробил пятикрузер, владелец маршников, фотосудия на Ленина. Товарищ майор, вот и отправляйтесь, отрабатывать версии. Свободны. Слушаюсь, товарищ майор. Пакуйте этого. Оказать первую помощь и сразу на допрос. День добрый. Мы к Владимиру Олеговичу. А Владимира Олеговича нету, но ехал на съемки с утра. А куда уехал? Вдохновение искать. А вы... Мы из полиции. Позвоните, скажите, что у нас есть пара вопросов. Вдохновение он потом поищет. Не могу. Чё это? Потому что он телефон отключает, когда работает. Да? Бычков, скажите, а вы вчера были в фотостудии? Он не приводил двух девочек? Полину и Алену? Да. Да, вчера была съемка. Подробнее можете рассказать? Да. Вчера была съемка, сюжет и невеста. Невеста? Вот. Вот тупырь. Я говорил, свадьбы не любят. Вы знаете, для одной фотосессии нужны были две девочки. Маленькие и Фате. Вообще, такой скандал из-за них был. Владимир Олегович даже с кастинг-менеджером поругался. Сказал, за две минуты пойдет и двух девочек на улице найдет. И привел Полину и Алену. Стоп, стоп, стоп. Нашел на улице и привел без разрешения родителей? Но Полина была уже с нами знакома. Она снималась у нас в рекламной компании. Да, слушаю тебя. Сейчас я фотографии покажу. Так, скажите, а костюм, фото остались? Не знаю, Владимир Олегович ничего не оставлял. А вы сами сниматься не пробовали? Я? Ну да. Антон Максимович, парни пробили этого маршинка. В 2006 он проходил по делу об изготовлении порнографии. Так. Да я правда не знаю, где он. И вообще, я увольняться собиралась. ГИБДД осматривает все машины, выезжающие из города. Та же ситуация по паркам и лесопосадкам. Людей там достаточно? Альберт Иванович, там по максимуму людей. Мы всех задействовали. Альберт Иванович, можно? Да, заходи. А что с заводскими? Мы взяли нескольких Загоева и Белого. Ну там еще по мелочам. Сейчас допрашиваем. Ну что говорят? Говорят не они. Клянутся, что не планировали, просто пугали. Нажать надо было посильнее. Нажали. Но нет информации. Похоже, что это действительно может оказаться ложной версией. Это единственная версия у вас, я так понимаю. Есть новые данные. Ну говори. Полина, дочь Фротмана, фотомодель. Мать ее таскает на рекламные фотосъемки. Зачем у них вагон денег? Вячеславе столько же. Наверное, из тех мамаш, которые хотят своего ребенка на экране телевизора видеть. Да, Люба, это такая она с тараканами. Так что? Ну, вчера видели, как фотограф Марченко встретил двух девочек возле школы, посадил к себе автомобиль и отвез в фотостудию вот сюда, на другой конец города. Да это ерунда какая-то. Алина пришла домой, как обычно, со школы. Да, но сегодня утром фотограф Марченко исчез. Телефоны выключены. А на работе сказали, что он уехал на пленэр. И что? Дело в том, что восемь лет тому назад он проходил в городском РОВД по делу о порнографии. Спокойно, Альберт Иванович. Чуть не легче. Что вы стоите, майор? Ищите его срочно. Из-под земли достаньте. Алло, пробейте мне информацию про фотографа Марченко. Ну что, нет у меня опухоли? Ну, вроде не видно. Ну, альфарит на тебя просто бешеный. А судорожный порог сильно снижен. Твой мозг защищается от чего-то, а в какой-то момент, ну, просто отключается. Как умный человек, просто хочет побыть один. Ну, так и до кома недалеко. Всегда мечтала выспаться. Лен, я не шучу. Давай завтра сделаем анализ на биохимию. Началось. Ну что, Марченко? А, ничего. Но у нас появилась новая ниточка. Белуга. Какая белуга? Какой? Это погоняло такое, кличка. Короче, там такая история. Мы когда порно-студию накрывали, Марченко отскочил. Типа, я камеру только дал, не знал, что снимают. Ну, свидетелем пошел. Так, а на самом деле? На самом деле снимал, конечно. Ну, видно, вон, рука мастера. Мастера? Да. Школьница 7, известнейшее кино. Вот я, например, не знаю. Стоп. Вы не смотрели Школьницу 7? Ну, я тоже не смотрел. Мне ребята рассказывали, там сюжет интересный. Ну, вам рассказывать не буду, может, еще посмотрите. Конечно. Так что там белуга? Так он там снимается в главной роли. Одноклассник мой, мы учились вместе. Бочков, у тебя все одноклассники. Да. Между прочим, из нашей школы очень много талантливых парней вышло. Я, например, опер. Ты помощник опера? Ну, почти опер. Белуга вот актер в кино пошел. Ваня, зачем ты мне все это рассказываешь? Да потому что мы задержали его, он в допросной сидит. Почему я тогда полчаса слушаю о каких-то школьницах 7? Ну, тут вы, Антон Максимович, правы. Конечно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, да? Когда мы встречались, у тебя не было своего кабинета. Да. Ну, это доставляло нам массу неудобств. Ого! Видишь, как мы закрылись в общей палате, думали, что она пустая. Сейчас, сейчас, держи. Помню. Можно, пожалуйста, потише. Я вообще-то пытаюсь заснуть. Я бы повторил. Ту ночь? Не думаю, что это хорошая идея. Лен, ну я же не про ночь, я про все. Я очень много думал об этом. Олег, не стоит, не надо. Все равно ничего не получится. Почему? Ну, потому что ты правильный, нормальный человек. А я... А я целительница. Гаданка. Лен, я все устрою. У нас, может быть, нормальная, хорошая семья, и тебе не надо будет заниматься всем вот этим вот. Знаешь, если домашней кошке, которая до этого никогда не видела мышей, взять и показать мышь, она за ней погонится. Я тебя не понимаю. Я знаю. Поэтому ничего не получится. О, Белуга, чертила! Хручков! Ты это зря. Со следствием надо сотрудничать. Ну, если вы по поводу Розика, так мы с ним договорились. Он сказал, что заявление заберет. Мы не по поводу Розика. Да? Тогда точно забрал? Мы за Марченко. Вы работали с ним? Первый раз слышу. Да вы что? Сто пудов. Хуй из Марченко. Белук, ну ты че? Ты же у него актер любимый. Так, я все понял. Зовите адвокатов, а то разговор у нас не завяжется. Я перед законом чистым. У нас нет времени вызывать тебе адвокатов. Пропали девочки. Две маленькие девочки. И Марченко, возможно, к этому причастен. А я здесь причем? Девочки постоянно пропадают. Если ты настаиваешь, мы позовем тебе адвокатов. Двух больших здоровенных адвокатов, которые всю ночь будут тебе так права зачитывать, что тебе мало не понравилось. Да я понял, понял. Пусти. Я же говорил, сотрудничай. Че ты не слушаешь? Ну работа, да, с Марченко. Он привлекал детей к съемкам? Я лично не видел. Но он вечно замороченный какой-то у него. Там всякие костюмы, переодевания, факелы, веревки, цепи, наручники. В общем, лобуда всякая. Я же говорю, свой стиль. Помолчи. Где он теперь снимает? Если я скажу, меня же через пару дней прибьют. А не скажешь, мы тебя прибьем. А скажешь, на два дня больше проживешь. Сплошная выгода. Отличная перспективка у меня. Адрес? На Туполево магазинчик есть. И там с черного хода вход в подвал. В общем, мне крышка. Антон Максимович, вы что делаете? А вдруг там маньяки? Ты боишься, они сюда приходят? Они, кстати, могут. У них там и такие фильмы есть. Ты эти фильмы видел? Не-не-не. Про эти мне точно рассказывали. Ваня, ты так хотел побывать на порно-студии? Я не так хотел. Давай не гунди. Садись и газуй. На встречу мечте. А мы группы захвата ждать не будем? Ваня, пропали две девочки. Каждая секунда, дорога. Стоять! Все в руки! На стену! Одень трусы, иди тоже. Стойте! Я помогу! Стоять! Это полиция! А ну-ка, положи юмку на бал! Ань, спокойно. Они наши. Отпустите меня, пожалуйста. Я здесь случайно. А у меня вода дома кончилась. Я помыться пришла. Тихо. Ну что, дятлы? Кончился ваш сект? Ты у меня сейчас во всем признаешься. Бычков, Бычков, успокойся. Посмотри, что там. Где девочки? Какие? Полина и Алена. Параметры. Шесть-семь. С такими не работаем. Не наш формат. Бычков, а? Что у тебя? Ничего, товарищ майор. Я там такого насмотрелся. Простите меня, пожалуйста. Я здесь случайно. У меня кошка убежала. Мне мама дома ждет. Тихо. Там, Марик, все нормально будет. Марик, успокойся. Параметры. Так. Покойщики новобанчика. Этих по пути, заходим в дом. Всем оставаться на местах! Работает саур! Руки за голову! На колени! Ниже! На колени! Контроль! Черт! Как зовут, кто такие? Люба! А чего вас держат? Вы платить отказались! У нас палатка на Ленинской! Нас на счетчик поставили! Козелков! Барышин, запиши данные и сними показания! И отпускайте! Это не наши девочки! Черт! Где девочки? Ну, они творческие девчонки! Могли за кем-то увязаться! За артистом, за свадьбой какой-то! Свадьба? А фото у вас была? Да, фотосессии! Они выпросили, кстати, пришлось отдать! Творческие девочки фото забрали! Ты точно уверен, что он не маньяк? У него алиби! Они снимали очередное кино! Так какое кино им верить нельзя? У них все зафиксировано! Мы смотрели их видео! Похапщины много, но детей нет! Я лично обзвонил всех родителей, которые отводили к нему детей на фотосъемки! Жалоб тоже нет! Хорошо, твоя версия! Я думаю, что насчет Марченко я ошибся! А какого ты всех взбаламутил? Педофил, порнография? Да просто Антон Максимович у нас не любит простых дел! Ему видели бабушек допрашивать скучно! Ему бы только за маньяками бегать по чину! Ты бы, Куликова, лучше молчала бы! Он, Антон, хоть признал свою вину! А у тебя что? Чем завершилась твоя версия с заводскими, а? Ты год целых ввела их! Если б не случайность, не накрыла бы! Под носом притон завели, а где девочки не знают, да? Не знают, товарищ полковник! У тебя другие версии есть? Альберт Иванович! Да! Одноклассницы о девочках рассказали, что те хотели играть в невест! Поэтому предлагаю осмотреть заброшенные дома и стройки возле школы! Так что они на стройке в невест играют, да? Именно там Марченко и делает свои фотосессии! Слушаю! Где? Сигнал движется? Продолжайте наблюдение! Выезжаем! Альберт Иванович, в сети появились телефоны девочек! Где? Проспект Победы, оба телефона! Я посылаю группу захвата! Так, Антон с Ольгой, давайте вперед! Дай Бог, чтобы все хорошо закончилось! Альберт Иванович! Да? У меня есть предложение по поиску! Ну, это, так сказать, нетрадиционные методы! Какие еще нетрадиционные методы? В общем, мы тут одну женщину задержали, а она оказалась экстрасенс! Бог с тобой, Ваня! Ты телевизор пересмотри! Не-не-не! Она нам уже помогала и не раз! Это она киллера вычислила! Постой! Это та, которая сюда Моссов приведет, да? Наверное! Еще пара дел было! Она, как сказать, видит обстоятельства преступления! Ну что ж, давай вези ее сюда! Не помешает! Есть! База, база! Это первый мы на позиции! Вас слышу! Второй на месте? Второй на месте! Ждем третьего и по команде начинаем! Обыкновенный ларек! Злоумышленника оставил здесь телефон и девочек! А Моссов? Что вы вечно под ногами крутитесь? Да и не стойте на линии огня! Конечно, конечно, что вы! Страшно? Отсидитесь в машине. Послушайте, зачем вы вызвали группу захвата? Значит так, вы сделали свою работу. Не мешайте мне делать свою. Три-одина позиции. Начинаем. Оружие на землю! Работает амонт! Ты что, пацаны? Вы чего, пацаны? Я же даже не хозяин! Да сколько вас тут? У меня нет атомной бомбы! Вы чего? Знаю, что голодный. Но мне еще кукурузу смолоть надо. Бабушка, мне страшно. Что? Страшно ей! Слышали? Ей страшно! Я решила, я больше не буду ведьмой. А ты уже ведьма! А ты ведьма! Родная моя! Не хочешь быть ведьмой? Помрешь! Вот кому страшно! Пустите! Я на секундочку всего! Да пустите вы меня на секундочку! Да я же вам говорю, посещение только днем! Сейчас нельзя! Это вопрос жизни и смерти! Да это вам не кино какое-нибудь, это неврологическое отделение! От чего вы ходите? Бычков, ты что здесь делаешь? Да я к вам пришел, она меня не пускает! Елена Валентиновна, недолго, пожалуйста, к вам через 10 минут Олег Михайлович зайдет и на процедуру вас заберет. Хорошо. Спасибо! Елена Валентиновна, а чего вы на процедуру-то ходите? Никуда я не хожу! Ты же на машине? Да! Заберешь меня отсюда! Конечно! У нас же там это, у нас внучку Полозкову похитили, представляете? Внучку? Да! Там все на ушах стоят, да и никто ничего сделать не может! А что рассказывать? Ну подошел парень, предложил телефоны по дешевке купить. Какой парень? Ну парень как парень, в спортивном костюме с короткой стрижкой. А вы раньше с ним знакомы были? Нет, я вообще тут неделю, я только из Покатиловки перебрался, вот, свояк предложил телефонами торговать. Я и согласился. Какие-то особые приметы у этого парня были? Да, никаких особых примет не было. Ну, перегар суровый такой был. И все, а так обычный пацан. Да ты хоть понимал, что телефоны краденые? Ну, внутри понимал. Ну, он сказал, что нашел. Я подумал, ну а вдруг? Я же не знал, что за телефоны у нас так строго, сразу мордой в асфальт ОМОН этот. Хотя оно, конечно, правильно. Может, воровать меньше. Слушай, а что ты мне здесь тишешь? Ну, этот ничего не знает, бесполезно. Будут искать барыгу, примет девочек, конечно, ну что, понялаешь. Будут искать? Ну, а ты что скажешь? А я бы искал на стройках и в заброшенных домах. Ну, делай, что хочешь. И собери мне всех. Я хочу узнать, что у нас вот кроме этого всего. Я запросил в архиве все дела, совершенные против несовершеннолетних. Альберт Иванович, завтра, завтра, около полудня, все будет у меня на столе. Да завтра к полудню все, что угодно может произойти. Какие есть направления? Кого подозреваете? Мы продолжаем отрабатывать группировку заводских. Давление на них усилили, но пока никто ничего не выдал. Предложения какие? Что будем делать? Да, нам нужно ваше разрешение, Альберта Ивановича. Мы нужны на просмотр всех звонков вашей дочери и зятя. Да вы опоздали. Уже все звонки запрошены. Амосов уже все проверил. Подпись. Ставь отсюда, чтобы через час у меня был нормальный план. Ребята, поднажмем. Поработаем, ребята, поработаем. Товарищ полковник. Кто тебе? Я привел ее. Кого? Ну, экстрасенс. Дай мне водички. И корвалолу захвати. Пожалуйста. Что ей нужно для работы? Ну, чтобы были эти, как, введения, ей нужны личные вещи вашей внучки. Хорошо, сейчас я позвоню дочке. Она что-нибудь привезет. Ну, конечно. Знакомые лица. А у нас теперь какой подряд? Хозрасчетный или уже семейный? Вам правда интересно? Или поболтать не с кем? А ты не дерзи. Ты, между прочим, в отделении полиции сидишь. Меня позвали помочь. Что вы говорите? Тебя? Шарлатанку с окраиной? Надо же. Понятно. Ну и чем мы можем помочь? Видимо, кто-то не справляется. Вот меня и пригласили. Слушай, ты позорище. Да я же тебя насквозь вижу. Вы же как клещи. Стоит человеку попасть в беду, вы же присасываетесь тут же. Значит так, послушай меня. Как тебе кажется, Лена? А я еще приду. По твою душу. Я поняла. На какой день записывать? Лена. Интересно, какие у нее методы? Что она там, духов вызывает? Или гипнотизирует отчаявшихся стариков? Да вот это как раз не важно. Но если она и правда поможет найти, ты представляешь, что будет? Я не удивлюсь, если он ее на работу возьмет. Да еще звание даст. Ну, в любом случае, она через меня будет проходить. Но я уж постараюсь найти способ, как остановить этот беспредел. Вот твоя кофточка Алены. Я специально взяла не новую. Но она стиранная. Скажите, может, я не стиранную привезу? Нет, это подойдет. Вы, главное, скажите же, Валя, она. Помогите нам. Я просто не знаю, что делать. Да что ж ты? Не волнуйся, ты мешаешь. Здесь очень много людей. Ясно. Так, все вышли. Все вышли. И ты, Юлечка. Ты будешь только мешать. Ну, пожалуйста. Да, пожалуйста. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Что, вам плохо? Они живы. Слава богу. А что с ними? Они в полуразрушенном или недостроенном доме не могут выбраться. Ясно. Они в каком-то полуразрушенном доме не могут выбраться. В радиусе четырех километров около школы четыре стройки. Но они могли увезти их на любую другую. Тогда у нас 30 объектов. Я проверил все стройки вокруг школы и вокруг студии Марченко. Осталось два заброшенных дома в том месте, где вы живете. Остальные находятся очень далеко, поэтому настоятельно рекомендую начать именно с них. Давай, давай. Быстро, поехали. Поехали. Товарищ майор, здание законсервировано. Все входы были заварены. Ребенок не пролез бы. Но только есть небольшой, если маслом обмазался. У них же масла не было? Понял. Тогда не знаю. Так, лестницу надо искать. Какую? Вверх-вниз? Представную ваню железную или деревянную? Так есть лестница. У входа в подвал. Пошли. Товарищ майор, главное, аккуратней. Я как-то на такой стройке упал и руку с электродом пробил. Меня чуть из школы не выгнали. Два раза в один и тот же класс хотят. Я вообще тебя в школу не взял. Во-во. Наш директор тоже сам и говорил. Кажется, или кто-то хнычет. Да это крысы. Ну или жабы в подвале. Люди! Кто тебя дёрнул к Воробьяшкиной обращаться, а? Давай налево. Так а я-то что? Она сама захотела. Там этот врач ходил за ней, всё с цветами, с шампанским. Ну, видать, надоел ей. Бычко, я что-то слышу. Девочки! Алло! Полина! Ну, где живая? Девочки? Да, помогите! Слушайте, в чем болят? Помогите, пожалуйста! Я за лестницей. Куда вы? Стой! Мы просто хотели сфотографироваться. Мы хотели быть, как невеста. Ну, какая невеста? И трёхметровая крыса. Да тихо там! Это серия работ того фотографа Марченко. Она красивая. Мы тоже хотели. Почему же вы маме-то ничего не сказали? Мы думали быстро. Мы сделаем тик и домой. Мы сюда пришли, а тут всё закрыто. Мы хотели кого-то позвать, а тут никого нет. Мы спустились вниз, а потом этот дядька украл наши телефоны. Какой дядька? Ну, это парень, что слева телефоны для скупщика. На рюкзаки вверху оставили. Я начала кричать, что ты придёшь и арестуешь его. Он испугался и забрал лестницу. Ну, вот. Ну, зачем же вы сами туда полезли, а? Надо было сначала маме позвонить. Или мне. Ну, ты же всё равно не любишь фотографироваться. Альберт Иванович, но ведь главное, что мы их нашли, а? Едь ты уже домой. А можно стульчик? Нет. Спасибо. Меня что, к ним? Я не хочу к ним. А вот раньше надо было думать. Всё. Ну? Отпустила. Фотографироваться они пошли. Ну, так кто этот тип, который мобилки украл? Да наркоман местный. Господи. Он за дозу мать родной порешит. Он там на стройке гулял, они его видели, и он денег у них просил. По фото его опознали. А где он? Ну, заводи его, ну. О. Вот он. Красавчик. Это же он. Это же ты мне мобильники принёс. Ну, что ж, знакомьтесь. Вот этот человек запер маленьких девочек в заброшенном доме и бросил их на произвол судьбы. Между прочим, вы все сегодня здесь из-за него. Так что, я думаю, вам будет о чём поговорить с ним сегодня ночью. Давайте в камеру их. Причём в одну. Так, всё, пошли, пошли. Не волнуемся, всех расселим. Живее. Я-то здесь при чём? Я вообще подсказал, где их искать? Оставь этого. Я с ним побеседую. О, спасибо, что дождались. Меня не выпускали. Ну, я хотел с вами поговорить. Девочки нашлись? Да, нашлись. Ну, всё, я могу идти. Секундочку. Мне сказали, что вы помогли Амосову в нескольких расследованиях. Хотите, чтобы я сдала друга? А он вам друг? Нет. Да, помогла. Ну, поразительно. Знаете, я ни разу такого ещё не видел. Я рада, что смогла вас развлечь. Знаете, я хочу сказать вам прямо, Елена Валентиновна. Я хотел бы, чтобы вы поработали у нас в органах. Кем? Вашей секретаршей? Или старшим предсказателем в отделе гаданий? Да нет. Экспертом. Или специальным там специалистом по определению психикосостояния преступника. Вы же в человеческой психологии разбираетесь. Для чего там разбираться? У вас высшее образование есть? Есть. Ну, так вот. Диплом. Поработайте внешштатным экспертом. Гибкий график. Хорошая зарплата. Вы шутите. Нет, дорогая, не шучу. Я говорю серьёзно. Вы с Амосом могли бы составить великолепную команду. Нет. Вы знаете, работать в органах, это, скажем так, не моё. Ну, всё же я настоятельно рекомендую. Подумайте. Спасибо. До свидания. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok